Принципы служения среди мусульман и мы с вами обратимся к Священному Писанию. Первое послание Петра, 3 глава. Первое послание Петра, глава 3. Мы не будем читать весь этот библейский фрагмент, но я буду ссылаться на него и делать некоторые замечания по поводу того, какие черты должны быть у Церкви, которая серьезно хочет участвовать в служении среди мусульман, которая хочет свидетельствовать мусульманам. И, кстати говоря, чтение по этой теме в учебнике, 14 глава из книги «Пути» и 24 глава из «Диалога». Первый принцип мы находим уже в 8 стихе 3 главы 1 послания Петра. «Наконец, будьте все единомысленны». Я знаю, что христианское движение весьма многообразно, и мусульмане нам на это часто указывают. И я и им говорю, и вам говорю то же самое. Нам это многообразие нравится. Мы радуемся этому многообразию. Это богатство Евангелия. Однако, когда это многообразие приводит нас к разделениям, Евангелие искажается. Наше служение теряет эффективность. Я среди вас гость, поэтому простите, если я скажу что-то не то. Но, например, мне кажется, что протестантским общинам, протестантским церквям в православной стране, нужно, по крайней мере, пытаться выстраивать отношения с православными. Когда я жил в Литве, там мусульман вокруг не было, это было светское общество. Но я работал в Литовском христианском колледже, и я встречался несколько раз с православным архиепископом. Мы развивали наши отношения, мы углубляли доверие. Кстати говоря, батюшка православный выступал перед студентами, и когда студенты мне говорили, что церковь такая разделенная, такая разделенная, я им говорил, мы, конечно, все разные, но мы пытаемся уважать друг друга. Я лично несколько раз встречался с православным архиепископом для того, чтобы попытаться выстрелить мосты между православной и протестантской общинами. Встречи эти оказались очень полезными. Все мы верим, что Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, мы исполняемся Святым Духом, Святой Дух в нас работает, а, соответственно, и есть смысл проявлять это, развивая отношения друг с другом. Эти отношения могут быть весьма полезными. Наконец, будьте единомысленны. Кстати говоря, применительно к поместной церкви. Если в церкви люди переругались, как там Святому Духу трудиться, как там Святому Духу работать? Если вы участник миссионерской команды, и команда не единомысленно, то как будет там работать Святой Дух? Так что в духе покаяния давайте все-таки решим, договоримся быть единомысленными. Это первое, что говорит здесь апостол Петр. И он продолжает в восьмом стихе. «Сострадательны, братолюбивы, милосерды, милосерды, не превозноситесь и смиренно мудры». Мы порой начинаем превозноситься, мы забываем о смиренно мудре. «Да, я знаю, что мои грехи прощены, но ты-то этого еще не знаешь». Какой уж тут смиренно мудре. Если я знаю, что мои грехи прощены, то произошло это только по благодати Божией. Мои усилия здесь совершенно ни при чем. Мы говорим, исповедуя нашу веру, мы говорим, рассказывая о том, что Христос сделал в нашей жизни, мы говорим с великим смирением и с радостью. «Я недостоин этого, но Бог меня простил, и я Ему за это благодарен». Мы стремимся свидетельствовать в духе смирения. Мы стремимся свидетельствовать об этом великом даре благодати. Апостол Павел обращается к Эфесиным, говорит о том, что даже добро, которое мы совершаем, мы совершаем по его благодати. Так что будьте смиренно мудры, будьте смиренны. Девятый стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть благословляйте ваших гонителей. Когда в Таджикистане недавно убили пастора, после утреннего богослужения, уже вечером его супруга выступала по телевидению, национальному телевидению, и она сказала, «Я простила убийцу именем Иисуса Христа. Я благословляю его». Представляете себе? Это прозвучало на всю страну. Да, конечно, судить его все равно надо. Но в сердце этой женщины прощение. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте обидчиков. Я уже рассказывал вам о своем служении в Индонезии. В стране раздираемы противоречиями и войнами, в том числе между христианами и мусульманами. В 1998 году особенно острые были противоречия, на острове Ява в частности. Причем мусульмане-то были даже не все, а одно крыло мусульман-экстремистов. Большинство там вполне нормальные люди. Но вот есть такое экстремистское крыло. Называется оно хизбулла. Это не ливанская хизбулла. Это индонезийская хизбулла. Они убивали пасторов, они разрушали церкви, разоряли церкви. Договориться с ними было практически невозможно. Но вот этот молодой пастор пришел к руководителю, генералу хизбулла. Постучал в дверь. Ему говорят, «Ты кто? Если ты христианин, если ты неверный, то я с тобой сейчас разберусь». А пастор говорит, «Я пришел, чтобы попросить вас о любезности. Можно мне выпить с вами чашечку чая?» И на протяжении следующих двух лет он так и приходил в этот дом. Приходил регулярно. А потом он пригласил генерала, этого руководителя, пойти с ним, и генерала, и его офицеров, пойти с христианским пастором. Туда, где только что прошел цунами, где шло восстановление после цунами. Кстати говоря, там был район на 100% практически мусульманский, причем воинственные мусульмане. Но помогали христиане. И пастор пригласил тогда представителей хизбулла поучаствовать в этом восстановлении. Они приняли приглашение, и на протяжении двух недель пастор и генерал хизбулла жили в одной комнате. С тем самым генералом, который в свое время говорил, «Если ты христианин, я с тобой разберусь». И вот когда они сидели у огня вечером, генерал начал плакать, заплакать, заплакал. Он говорит, «Я плачу, потому что я просто в шоке. Как мы к вам относились? И как вы нам за всю эту гадость теперь любовью воздаете?» Я вам рассказал уже о том, как начался между ними диалог, о том, как мы с этим генералом беседовали, и как пастор так это похлопал по плечу того генерала. А генерал снова плакал, потому что говорит, «Эта книга, этот диалог, показывает, как нам строить отношения друг с другом. Не с враждой, но уважительно». А теперь в Индонезии, на острове Ява, если этот генерал узнает, что кто-то из его помощников собирается церковь сжечь, он звонит пастору и говорит, «Слушай, нам нужно поработать вместе. Нам нужно этот огонь вместе загасить, пока он не загорелся». И я спросил, «Как же это произошло?» Я спросил, «Пас, как это произошло?» «Да это все чай и Дух Святой, и Дух Святой». Дух Святой побуждает нас строить мосты. Благословляйте гонителей ваших. «Удерживай язык свой от зла». Очень часто мы, беседуя о мусульманах или мусульмане, беседуя о нас, позволяем себе говорить зло друг о друге. Я молюсь и надеюсь, что здесь, на нашем семинаре, я удержал язык свой от зла по Божьей благодати. Я вам просто хочу сказать, и вам, и мусульманам, которые могут это услышать, если я что-то неправильно, не так сказал об исламе, простите меня, пожалуйста, и напишите мне, потому что я серьезно отношусь к этому учению. Я не хочу говорить зло о моих друзьях, мусульманах. И языком я хочу говорить только добро. Конечно, далеко не все в исламском мире добро. Есть и зло. В христианском мире тоже есть зло. Но давайте, прежде всего, говорить доброе. И давайте стремиться гасить огонь, а не раздувать его. Удерживайте язык от зла. Наводите мосты. Развивайте доверие. Гасите огонь, а не разжигайте. Одиннадцатый стих. Ищи мира и стремись к нему. Была страшная война в Косово. Всегда помните, война между мусульманами и сербскими христианами. Ужасная война. Страшная. Другое слово трудно подобрать. И крест в этих войнах стал знаком нападения на мусульман. Сейчас война закончилась. Люди пытаются восстановить страну. Причем так, чтобы место для обитания было и для косоваров, и для сербов, и католиков. А может быть и для евангельских христиан тоже. Да, тоже. Потому что евангельские христиане во время этой войны несли благотворное служение. Через их служение мусульмане каялись, приходили ко Христу. В результате основались целые церкви, верующих из мусульман. Как же принести исцеление такому израненному народу? Меня как-то пригласили в Косово. Пригласили на миротворческую миссию. Пригласили, конечно, в качестве гостя. Как часть участника делегации. И люди, которые нас пригласили, встретились с мусульманским богословием ближайшего университета. И сказали, что приезжает Дэвид Шэнк, он любит беседовать с мусульманами, он написал целую книгу вместе с мусульманом, доктором Катарега, которая называется «Диалог мусульманин и христианин». Готовы ли вы открыться для общественного диалога, миротворческого диалога? Нет, нет. Мы не готовы, мы не хотим. Мы не хотим, чтобы евангельские христиане в нашей стране были. А если такой диалог будет, то это будет поддержка евангельским христианам. Они отказались, но книги все-таки, экземпляры мои книги все-таки своим сотрудникам раздали. Один из их преподавателей вышел на контакт с евангельскими христианами и сказал «Я готов к такому диалогу, только не в университете, а на нейтральной территории». И диалог состоялся. Об этом диалоге потом говорила вся страна в миротворческом диалоге. Они пришли в самый большой зал в этом городе, зал на 600 человек, на 600 мест, потому что страна-то маленькая. Зал был переполнен. Люди со всей страны собрались. Причем пришли практически все или почти все мусульманские лидеры страны. Диалог шел два часа. В своей презентации я пытался сказать о мире, который принадлежит нам, который обретен в Иисусе Кресте, о пути Креста. Диалог был очень напряженный, но и очень полезный. На следующий день об этом писали в газетах. Когда у меня брали интервью, первый же вопрос был такой. Это было до еженедельного журнала, который читается по всему Косово. Кстати, журнал был исламский, мусульманский. Меня спросили, «Почему для вас так важно миротворчество?» Я говорю, «Это потому, что Иисус меня ведет». Она говорит, «Не говорите мне об Иисусе, потому что у нас мусульманский журнал». Так вот, что у вас... Почему он занимается миротворчеством? Из-за Иисуса. Подождите, все через 9 минут она мне говорит, «Нет, нет, нет, вы мне только про Иисуса и про Иисуса говорили». Я не знаю, разрешат мне это напечатать или нет. Разрешили. Напечатали. На центральной странице журнала. На полный разворот. Интервью. Иисус и его мир. Вот как заглавили эту публикацию. Читали это практически все, вся страна. В результате этой публикации лидеры евангельского движения и лидеры исламского мусульманского движения продолжили диалог. Диалог на тему «Мир в Иисусе Христе», на тему, как Иисус исцеляет израненных людей и израненные государства. В результате, насколько я понимаю, Конституция дает теперь право на жизнь и право на деятельность и мусульманам, и евангельским христианам. «Стремиться к миру». Стремиться к миру. Представляете, какую изобретательность должны были проявить люди, которые меня пригласили, для того, чтобы таким образом подойти к вопросу миротворчества. Иногда нам нужно просто стучать в двери и надеяться, и молиться, чтобы эти двери были открыты, чтобы можно было донести благую весть. 12 стих говорит о молитве. «Отчи Господа обращены праведным и уши Его к молитве, но лицо Господне против делающих зло». Движение наше есть движение молитвенников. Нашу задачу сами мы никогда не исполним. Идти нам нужно в силе Святого Духа, ходить, идти в молитве. И жить в праведности. Быть христианами согласно Нагорной проповеди. Христианами по Нагорной проповеди? Поразительно. Жить только по десяти заповедям? Нет. В этом ничего поразительного нет. Все мусульмане с десятью заповедями согласны. А вот Нагорная проповедь «Любите врагов ваших». Честность. Да будет ваше «да», да, ваше «нет», да будет «нет». Жертвенность по отношению к бедным. Блаженны миротворцы. Ничего себе. Считаешь Нагорную проповедь и понимаешь, так это революционно, это новая этика, этика нового царства. Это переворот. Быть христианами по Нагорной проповеди. Жить в праведности. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Идем дальше. Тринадцатый стих. «Творите добро. Будь ревнителем доброго». Если будете ревнительными доброго. Ревнительными доброго. Большинство мусульман Библию не читают, но Библию нашей жизни они читают. «Будьте ревнителями доброго» и открываются двери. Четырнадцатый стих. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны, а страх их не бойтесь и не смущайтесь». Не удивляйтесь, так оно и будет. Так оно и будет. Не бойтесь. Нам надлежит страдать, но не бойтесь. Ахмед. Ахмед, тот самый человек, с которым я вместе мемуары писал, рассказывает о том, как ему довелось быть свидетелем в судебном разбирательстве в Сомалии. И судья говорит ему, «Поглянись на Коране, что будешь говорить истину». «Нет», — говорит он, «я последователь Иисуса Христа, я не могу грязаться на Коране». И весь суд пришел в движение. Из этого зала суда свидетельство моего друга прозвучало по всей стране. Будьте дерзновенны, будьте смелы, только с мудростью, только с мудростью. Будьте просты, как голуби, но мудры, как змеи, говорит Иисус. 15 стих. Мой жизненный лозунг. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Исповедуйте Иисуса Христа Господом. Будьте готовы, и я надеюсь, что наш семинар вам в этом помог, будьте готовы дать ответы на вопросы, которые перед вами ставят. Наши друзья-мусульмане умеют задавать глубокие вопросы. Значит, и нам нужно на них ясно и четко отвечать. Будьте готовы ответить. Делайте это смиренно. Делайте это с уважением, с кротостью и благоговением. Я вам уже говорил сегодня на первой встрече о том, как меня пригласили в Лондон, в Англию, на серию бесед, серию диалогов. И вечером, после нашего трехчасового марафона в мечети, во время которого я сделал все, чтобы рассказать о Христе ясно и понятно и доступно, после этого, на следующий день, мне сказали такое. Вчера мы вас так внимательно слушали. Знаете почему? Почему? Потому что вы к нам относитесь с кротостью и уважением, и благоговением. Если бы вы выступали против нас, были бы стены. Были бы стены. Господа Бога, святите, будьте готовы дать ответ, но с кротостью и благоговением. С 16 по 21 стихи имейте добрую совесть, радуйтесь в спасении вашем, радуйтесь в вашем спасении. Потому что иногда говорят мусульмане, что у вас поклонение как вечеринка. Да, правда, у нас праздник, у вас поклонение это праздник. Мы поем, мы не можем не петь, собираясь вместе. Знаете, когда я был в Тегеране на конференции Махади, два замечательных дня, одна проповедь за другой, одна за другой. Тысячи человек, четыре тысячи человек в аудитории, но ни разу мы не пели ни одной песни за два дня. А потом, после этого, я пошел в церковь Ассамблеи Божьих там в Тегеране. Церковь была переполнена, люди в проходах стояли, и люди пели. Представляете, пели так, что я думал, сейчас крышу снесет. И пастор говорил о благодати Господа нашего Иисуса Христа, о прощении, которое дано нам во Христе, о бремени, которое легко. Он пригласил к покаянию, и люди выходили вперед, и слезы катились у них по щекам. Мы радуемся в нашем спасении, сердца наши наполнены песней. Помню смерть моей мамы. Она погибла в авиакатастрофе на востоке Африки. Я часто говорю об этом, говорил об этом в Сомалии. Я говорю, вы знаете, я надеюсь с ней однажды увидеться. Что? Да, я увижу с ней однажды в небесах, в раю. А откуда ты знаешь, что она в раю? Ты из Иисуса. Я тоже иду в рай. Мы радуемся, нам есть чему радоваться. Вчера я великолепно поговорил с папой. Те же папы в Танзании, а ты в Сомали. Как? Нет. Я про Отца Небесного. Отец Небесный. Кто же это такой? Всемогущий Бог, Творец с неба и земли. Он мой любящий Небесный Отец. Я с ним поговорил. Как, ты с ним разговариваешь даже? Да, разговариваю в молитве. Радуйтесь, радуйтесь. Спасение, будьте свидетелями спасения, которое дает вам Господь. И не сомневайтесь, что Христу дана всякая власть. 22 стих об этом говорит. Всякая власть дана Ему. Испытаний будет немало, но все покорено Ему. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»